Здравствуйте, это вот фрагмент разговора с нашим сегодняшним героем Андреем Гориславцевым. Андрей Гориславцев это и общественный деятель, и политик местного разлива Свердловской области, но все равно и предприниматель, и пытался пройти в Государственную Думу от партии «Справедливая Россия», но не получилось. Ну к этому мы еще попозже вернемся. Почему не получилось-то у него? Так вот, чтобы понять, как он тут оказался, как он стал нашим героем, я начну издалека. Золото. Золото это стратегический металл. В Советском Союзе золотом занималось добычей только государство. И если вы попадались на кражи золота или махинации с золотом, вас вполне могли расстрелять. Сейчас в России немножко все по-другому устроено. Есть такой завод. Новосибирский афинарный завод, который занимается очисткой породы, ну и производством совок непосредственно золота. Единственное, что у них не было места добычи вот этой руды. И они решили вложить денег, провести георазведку, чтобы получить свое месторождение золота. И тут на их пути встречается как раз Андрей Гориславцев и его компания «Северо-Восток». Ему там принадлежит 50%. И Хасынская горная компания, которая принадлежит на 50%, Марии Зерновой. И вот они вызвались помочь провести георазведку и найти это место рождения золота. У них было уже место на примете, где они будут искать. Заключили договор инвестиций, получили деньги и приступили к работе. И вот тут-то начинается самое интересное. Деньги-то берут, но отчет не предоставляют. Насколько я понимаю, что процесс выглядит следующим образом. А финансная компания дает деньги другой компании. Кредитные деньги. Кредитные деньги, не свои кредитные деньги. Для того, чтобы та начала поиск и разработку недр. Да, у них якобы есть опыт. Забегая вперед, он преувеличен. Они забирают эти деньги, немаленькие деньги, где, кроме всего прочего, нужно было показать место, где рудник находится, сообщить, сколько там потенциальных запасов. На место этой разработки приезжает уже человек. От новосибирской финансовой компании. А там только одна имитация действия. Ну, что тут делать? Расторгать договор. А в 21-м году, как раз, когда шли вот эти инвестиции, Андрей Гориславцев баллотируется в Государственную Думу. Вот партия «Справедливая Россия». Но не проходит. Не проходит он, потому что он в своей декларации, он забыл указать доходы от своего завода «Залп». Ну, и поэтому «Справедливая Россия» решила, что вот такие депутаты не нужны. А так-то, может быть, даже Андрей, это так, предположение Андрей Гориславцев, решил, что а зачем геолого-разведкой заниматься, когда можно эти деньги в себя вложить, в свое депутатство, а там неприкосновенность, а там уже как бы возможности другие открываются у депутатов-то. Ну, так вернемся мы к дальнейшим событиям-то. И вот Новосибирская финансовая компания подает в суд, чтобы деньги вернули, кредитные деньги. На тот момент это где-то вложено было около 100 миллионов. Сейчас это где-то около 180 или 190, ну, с процентами вместе, потому что время-то идет. И юристы Андрея Гориславцева и Марии Зерновой приносят в суд отчет, что якобы работы были выполнены, но прекратились. Появляется бумага, которая объясняет, что все исследование, добыча, попытка добычи, она как бы произведена. И эта бумага якобы должна была поступить в Магадан-Недра, в Магадан-Недра, которые на основе этого отчета должны принять решение. И что выяснили с этой бумагой? Что она туда даже не поступала. То есть, что же это выходит? Это какая-то липа? Ну, то есть, если они говорят, что вот мы провели работу, а работы, это выкопать столько грунта, поднять, погрузить это все в КАМАЗы и отправить на переработку, это не два раза лопатой копнуть. Магадан-Недра вот написал такую бумажку. Мы позвонили Андрею Гориславцеву, чтобы узнать, как он к этому относится. Отчет результатов поисково-оценочных работ, которые в суд предоставили ваши адвокаты, он как? Он настоящий был? Он был предоставлен, этот отчет, в Магадан-Недра? У нас вот есть ответ из Магадана-Недра, что такого отчета им предоставлено не было. Все было предоставлено. То есть, все было выполнено, и вот этот отчет... Об этом, об этом, об этом сейчас суд и будет. Вот суд будет, там у него исправительный режим. Было выполнено, не было выполнено. Были там какие-то средства. Вот я считаю, что вы продажная... Хорошо, хорошо, замечательно. ...сми, которая нахрен никому не... И ваш этот какой-то... Ваш этот редактор в розыске, и вы будете манипулировать... Если вы будете... Вы честный человек, пока суд не доказал обратно. Если вы... Да не... Пошел нахер вообще. Ну что за разговоры, блядь, перебивают меня. Вы все не будут с вами разговаривать. Все, до свидания. Разговор не пошел. Мы еще позвонили Марии Зерновой. Вы прокомментируете... Сможете прокомментировать как-то отчет о результатах поисково-оценочных работ, который был предоставлен... Отчет подан в Роснедра. Его подавали три раза. Пока не заплатили деньги. Все платежи официальные, которые нам пришлось заплатить, чтобы нам его откорректировали, все тоже отправляла и в этот суд, который сейчас будет. И будем привлекать Магадан-Недра, которые будут объяснять, сколько там запасов. Выполнено работа. Вот у нас есть ответ от Магадан-Недра, который говорит, что ничего не поступало. У меня есть еще два ответа с Магадан-Недра. А можете прислать их тогда вот на этот момент? Ну что вдруг-то? Приходите в суд. Ну вот видите, она говорит, что все отлично, что у них все хорошо, что это вообще-то там где-то в Магадан-Недрах все перепутали, и нас, нашу редакцию, пригласила на суд. Мы обязательно на суде будем, чтобы узнать, как юристы Андрея Гориславцева и Марии Зерновой будут защищать свою позицию. Сейчас по этому делу проводится доследственная проверка, потому что усматривается тут некоторая схема. Она достаточно грубая, но действенная. Ну то есть, другими словами, мы имеем какой-то схематоз, при котором деньги уходят в какую-то сторону, где-то растворяются, а работа по договору не выполняется. А кто, вот как вы считаете, Евгений, кто вообще этот схематоз мог придумать? Вот этот вопрос, он, наверное, самый важный. Кто за этим за всем стоит? Да, значит, можно предположить, что Гориславцев Андрей Владимирович разработал этот схематоз для того, чтобы просто элементарно обмануть вот этот финансовый завод. Тут, понимаете, тут должно следствие ответить на все эти вопросы, кто за этим стоит. Государство не может подобные случаи оставлять без внимания тем инструментариям, которые у них есть, следственными органами в том числе. Потому что сейчас и не денег, и не золото, а какие-то непонятные бумажки. Наша редакция будет следить за происходящим. Мы попадем на суд, посмотрим, что там говорят представители Северо-Востока Андрея Гориславцева. И расскажем вам о новых событиях. До свидания.